Девушки отдыхают Что произошло за это время? Расскажите, пожалуйста, о вашей организации. Все, что вы считаете нужным. Пожалуйста. Рома, конечно, приятно. Говорят, старых друзей всегда приятно встречать. Чем-либо новые. И новые тоже потом, знаешь, как они уже меняются. Или они остаются новыми. Их пока узнаешь, пока с ними начинаешь говорить о личности, о делах, о все. И вот вроде бы привыкши. Я бы не сказала плохое о человеке, который тоже немало сделали. Меня, Артур, который до сих пор благодаря тебя, я на «ты» говорю, потому что ты младше меня. На то, что именно отчетливо там было написано представитель. Есть общественный человек. Да, я общественный. Есть деятельный человек. Есть руководитель, когда тебя избирает, выбирает. Что вот этот человек нам нужен. Чтобы для того, чтобы она ввела эту общину. Ввела именно ту национальность, ментальность, которую она знает лучше, чем, скажем, из России приехавший. Я могу с ними говорить на русском языке. Я могу с ними «Здрасте, до свидания». Я могу знать о ихне дела. Но мое, мое личное, которое я считаю, для меня, мне это мое, как бы сказать, выходцы из Кавказа. Кавказы разные. Если дагестанский, я каждый раз об этом говорю. Если из Азербайджана. Мне и там, оттуда близко люди, как бы сказать. Потому что знаю этот язык отлично. И то, что касается языка азербайджанской. Ментальность похожая, да? Похожая, но не настолько. Не настолько. Просто мамина отцовская сторона из Дербента. Поэтому родственники тоже у меня оттуда. То есть слово объединение. Я хочу к этому сейчас сегодня, в этом году, фу, в этом году говорю. Сейчас прийти к тому. Я до того, как подготовила сегодняшнюю нашу встречу перед Пейсом поздравлений дать. Дело в том, что я столкнулась с документами, которые половина сейчас вынесла и выбросила. Из старых документов разные такие, которые уже не нужны. То есть я не веду это, да? Но когда-то я была председателем объединения. Рекомендации, которые люди отзывались. Люди, которые говорили. Люди совершенно других стран, ну, других стран, как это сказать. Бывшие из СНГ сказать. Иван Рохлин, Юлин Гольберг, она вообще из Франции. Но мы работали вместе. Джойнты. Я, и кроме того, что вот я здесь, как бы, нашла бумагу, которая слишком давно, в каком году это было? В 2002 году, да, вот эта бумага. Видишь, две печати, которые благодарность. То время, а мы же приехали во время... Я приехала перед войной, в 89-м. А война начала в 90-м. И каждый год риска. Вот так у меня не могла никак привыкнуть в Израиле. Никак не могла вот эти трудности, которые уже начались в 90-м году. Вот этот, который был Саддам Хусейн, вот это военное состояние, да, вот эта тревога. Все же мы во время... Мы только в фильмах смотрели же. Мы же не видели, и вдруг тревога. Середине 12 часов вечера тревога. Я сама болела, и детей. Маленькому моему было 9 лет. Сейчас ему 33 года. Представляете, сколько лет прошло, да? И все равно был какой-то особый страх. И несмотря на малое время, что я была в Израиле, сразу получила квартиру, я помогала в Сахноте. И меня там подобрал. До сих пор он жив, дай бог ему здоровья, Гидалевич. В Кипе маленький такой начальник Сахноте был. И он говорит, он не знал, почему я вот так, в таком состоянии, каком я была. Между жизнью и смертью. С полоценцем в руках. Вот, чтобы не видели кровь. Так я болела. Так? И я видела пожилых людей. С 91-го, 92-го, 93-го. Такой наплыв был. В Чернобыльской приезжали с Украины и с Азербайджана. Наплыв людей, которые потеряли багажи. Кто как мог бы ехать. И я одна из многих. Это не для того, чтобы рекламировать себя. Достаточно. И поэтому сегодня я вот так вытащила, да? Вот человек покажу. Так мимолетно покажу. Потому что здесь достаточно написано, откуда вы и куда. Я когда работала, тогда еще не было ни посольства в Баку. Ничего не было. Люди ходили, не знали кому. И тому давали взятки. И здесь давали подарки. И третий, и последний. Лишь бы выехать. И мы же, горский народ, не европейские, все, которые говорят, мы тоже евреи. Они евреи, да, правильно. Но люди наши, столько вот это гостеприимство наше, вот именно горские евреи, азербайджанцами, до такой степени были, что смешанными браками, да? Азербайджанцы, очень много наших, которые вышли замуж за азербайджанцев. Азербайджанцы женились, как бы сказать, на горских, на европейских. Там не смотрелось так особенно как националистическое такое-то. Было что-то, но не давалось до такой степени, как это сегодня можно увидеть в другом, как в России, националисты, евреи. Для них был это крах жизни. Понимаешь? И я вот сегодня одна из этих писан, которые я вот, я хочу сказать, что, почему это благодарность я вот нашла. Люди, которые детон, брошенные дети, брошенные матеря, которые я одна из многих, из денег, которые у меня не было, можно было сказать, собирала скрытно от детей, чтобы пойти. Если кто-то меня просил, что умирает тот человек, который был все, и после войны ничего нет, это из соседей, можно сказать, это из знакомых, можно сказать. Это можно было попутное знакомство, которое я могла их увидеть, мне жалко бывало их. Я не думала, что у меня тоже дети, им тоже надо. Вот то, что пишут обо мне, да, вот обязанность какую-то, да, вот это вот, пожалуйста, вот, видишь, обязательно хочу отметить, что огромную помощь в перевозке груза меня оказал генеральный директор, значит, госконцерт Азербайджана Хавайолары, это джангер Аскеру, министр. Когда я ему написала официальное письмо, что я хочу этим брошенным детям называть Эмид Эвей, Эмид Эвей, это, значит, дом надежды. Вот обратим внимание на вот это, да, вот этот человек, вот этот человек, она генеральный, она директор этого, да, вот этого детдома, видишь, брошенные дети. Детдома где? В Азербайджане? Баку, Баку, ты видишь, вот элементарный, да, вот элементарный, ты что здесь вижу, лица детей, без родителей, они проходили в этот дом. У детей, у которых не было ни туфлей, ни того, ничего, медицинские, мне три дня в аэропорту что делали, это один мой бог знает. Я бы сказала, президент своего, у него он и есть президент, я дружба Израиля и Азербайджан в Азербайджане, Черни, Эдуард Михайлович Черни, он мне помог вытащить, привезти почти 140 килограмм. Если не больше было, я всем раздавала и даже посуды. Килограмм чего? Вещей, вот этот, всего лишь 40 килограмм позволял. Почему? Что там было? Медикаменты были, вещи, одежда, что нужно было? Вот посмотри на этого ребенка. Это вы сейчас рассказываете, то, что было там, да? Да, да. То, что я хочу сказать, сделаны работы моей прошлой, я сегодня совершенно случайно, вот это все, пап, вот я сейчас просто до этого дам, да, потом уже буду поздравлять. Эта ребенка, она у меня есть, она и в этом есть, и у меня в фейсбуке есть, и в сайте есть, вот эта девочка, вот эта девочка. Ноги открыты. Это был у нас такой садик, Малаканский садик назывался. Рома, Малаканский садик. Вот этого ребенка, я шла с моей бывшей подругой, бывшей, потому что ее сейчас нету, и это было в 98 году, это как сегодня я помню, в 98 году. И я шла по этому садику и смотрю, ребенок лежит. Этого ребенка взяла, этого ребенка взяла, вернулась вернее с дороги, взяла этого ребенка для того, чтобы, вижу, ребенок лежит без никого, и в кульке у нее лежат какие-то черные деньги. Эта взяла, я ее говорю, земочка, солнышко, мама, она говорит, ты что, ненормальная? Она мне говорит, этого ребенка ты зачем берешь? Ты берешь этого ребенка, там есть грязные, это приезжие уши, вот эти герасы. Я еще не знала, вот это Ходжалэ, где дети там погибли, там люди. Мы еще такой информации, как сегодня, не знали про этого. Знали война, да, в районах Азербайджана. Люди же наши тоже, наши корни, мои корни с Красной Слободы, это Куба называется. Корни моего отца, моей тети, мои все, это все оттуда, да. Но мы жили в Баку, я родилась в Баку, там из моих сестер тоже родилась, остальные, более старшая сестра, она родилась в Кубе. То есть это вот немножко по-другому можно. Но этого ребенка я взяла, детский мир назывался, детский мир. Занесла и рядом с ним напротив, Каспаровская больница, такая больница была, клинка такая, очень. Самые такие почетные люди там были, потому что там, как тебе сказать, не то что обращение или врачи другие, Каспаровские, да, и должны были быть где-то работать в этом, как бы сказать, в этих, это не завод был, Каспаровская. Кто на пароходе работал, вот это, это к ним относилось. А там, если только побыла, то побыла, а так ты не мог бы, не мог бы человек, но так как это был напротив, это ребенок в моем белом полосатом пиджаке, грязный ребенок, вот обратите внимание на куртку, ребенок лежащий, да, и я ее беру на руки, где-то два годика этому ребенку, и я ее беру, несу туда, с этой земли она от меня вообще отошла, чтобы не позориться, а она азербайджанка, чистокровная причем, и она мне не пустила, да, ладно, говорит, давай я с тобой попрощаюсь, мы потом с тобой созвонимся. А я кучу подарками, кучу тем, она работала мискомом у нас в наразине, мы с ней подружились, я ей очень много в свое время помогла, и когда приехала, я ей позвонила, что мы встретимся. Но когда она увидела это ребенка, человек состоящий, ее муж до сих пор говорит, я за нее, говорит, хоть она уже в том свете, что я, говорит, за нее извиняюсь перед вами, Света Хану, вы такое дело сделаете. Я эту ребенку отнесла, вы это Каспаровская, у меня какие-то деньги были, ее искупали, в детский мир зашли, купила я ей там куртку, красивый платье, заколку, и она еще на газете, вот так вот она нагнутой головой, девочка умнейшая была, выброшенная, мать ее бросила. И еще какой-то мужчина давал ей, чтобы она собирала деньги, и вот так отуставшая, она ребенок, на азербайджанском говорил, она на русском не разговаривала, естественно. К чему я это говорю, что я такие вещи делаю, на нации не смотрела. Я смотрела на людей, как и сегодня. И сегодня, когда вот эти вот, видишь, почетности, которые выброшу я, конечно, все это заверено президентскими аппаратами, всеми этими... А что это такое? Это то, что я делала, как бы, да, вот, мое внимание к азербайджану. Ваши дипломы и ваши... Да, ну, ближе, ближе к диплом тому, что проекты, которые просили меня, которые я уже сделала, и вот то, что сохранилось, видишь, какие-то подписи, которые людей... Видишь, сколько анкетов, сколько всего. То есть у вас, так сказать, ностальгия по этим документам, но куда это все пришло? Нет, это знаешь, что я тебе скажу? Вот то, что было сделано, это касается Азиза. Азиз – это, значит, Израиль, Азербайджан, который сегодня... Шагалу, который я создала, организовала, Гейдар Алиевичу память еще была земляем и пухом, а его сыну была жизнь продолжалась до 120 лет. Его супруги, его дети, внуков, внучкам. Понимаешь, потому что я любила этот народ, я к нему близка, потому что язык знаю, музыку воспринимаю, как родной мой говский еврей. Потому что любила, да, вот это... Язык любила, когда язык любишь, значит, любишь и людей. Но эти люди, вот это вот там, вот из этих людей, вот я к этому не... Я покойная Фель Мирон. Сейчас, 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 секундочку. Нет, раздел. Видишь, сохранилось. Вот этот, который посередине, который... Посередине Киафос. Это наш представитель был Ава-Йолары. Это, значит, как бы сказать, самолеты, да, это Ава-Йолары называлось. А это покойный Фель Мирон. К чему я это показываю, что вот такой человек, как он, не зная Израиля, не зная языка, не зная ничего, приехал, сделали все, дали. Вот они все, что вот было, мна-ми, не только мной, а нами, пожалуйста, не арабы их приглашали, а мы, наш народ, наш горский еврейский народ. Поэтому мы всегда были в многонациональном городе, жили, Баку, да, но мы любили, мы все воспринимали как бы своим, и им давали. Мы не были с армянами так вот, я, например, наш народ. Работали, да, но мы не были с ними так, как с азербайджанцами. Нет, мы не были. Мы, наоборот, на всех наших мероприятиях, свадьбах, торжествах, всегда были азербайджанцы, то есть друзья одного. Мы их чувствовали, и они нас чувствовали. Но сегодня, к сожалению, вот когда вот я сегодня увидела вот это все, да, сколько было мной сделано, и что это сделал вот этот Назим Ибрагимов, где он вот этот, что он сделал, те люди, которые, они сегодня есть тот же пола, тот же другие, знаешь, как, а, давай, да, ты хорошая, давай делай. Нету такого. Нету и не должно быть. Мы делаем уважение, уважение на слова, то, что говорит дипломатия. Дипломатии документально до сегодняшнего дня нету здесь в Израиле посольства. Люди идут, вот писала письмо, вот это письмо я сохранила, которое, письмо написано людьми, чтобы там, который ведущая посольство, человек, который, она как бы сказала, очень, говорю, еврейка, но она очень грубо относилась к людям, которые хотели приехать, которые есть у них причины, которые не могли, я этим занималась. Я занималась тем, которым людям нужна была боль, их не выслушать. Я понимаю, что не просто так. То есть, извините, вы продолжаете заниматься общественной деятельностью? Это не только день. По сей день, тогда, когда вас уже никто не помогает. Нет, почему? Мне помогают. Во-первых, я всегда благодарна Всевышнему Богу, то, что он мне помогает дать, делать, когда нет у меня сил. Вот просто нет сил, а я делаю это. Он мне высылает, потому что, знаешь, там, для этого человека я должна, только и только решать. То есть, Бог помогает? Бог, я безусловно. Бог помогает. А кто еще? Мой Герман Захария, который, как бы сказать, не у мой, не мой, лично он мне как сын, я его люблю, уважаю. Это человек, который тянет свой народ. Это человек, который сделал то, которое за все годы здесь, работающие люди, институты, университеты закончили, где-то учились, военные, разные люди. Но они не сделали часть. Если он за это не взялся бы, если он не предоставил бы, вот я иду, вот я вам даю финансирую, вот я вам даю, как бы сказать, и Москору, это на русском, когда... Зарплату. Зарплату. Что только делайте, помогите своему народу, чтобы этот народ поднялся, горские евреи, их знали лучше. И разные сферы, культуру, учения, языка горских, чтобы не забывалось. Он, вложение его, намного больше, лучше. Община всегда была. Ромочка, община всегда в горских евреях, где-то как-то, она была. Но вы хотите сказать, что он самый главный спонсор? Ну, да, да. Меценат, филантроп. Да, да, кроме него и никого нет. Кроме на сегодняшний день никого нет. А скажите тогда, какие есть проблемы? Мне обидно за него то, когда, не понимаешь, он очень... Он не наивный мальчик. Он... Но он понимает, что... Он, по-другому, доктор наук, человек закончил. Никто, многие такие, как шакалы. Не шагал, прошу прощения перед теми. Шагалы, шакалы называют. Потому что только которые едят. Волки, которые только смотрят на человека, не как только приятного, да, обаятельного, молодого человека, семейной, той большой семьи. А именно том, а, ну, куда он мне попался, я с ним поговорю, мне даст. Нет, я ему сказала, ты шагал. Ты его не можешь, ты его мизинцы не... Пускай он с акцентом говорит, пускай как-то он говорит, но он, человек, посмотри, сколько за малое время, за несколько, за 5-6 лет, 7 лет. Я его знаю где-то 11-12 лет. И никогда не думала, что вот именно, может быть, молитва Бога, которую человек любит, знает, видит, Бог посылает. Вот сегодня так. Многие зайцы, которые, знаешь, как прыгают перед ним, он не глупый. Я еще раз говорю, у него очень умыл, мудрая мать, очень мудрый отец был. Кто? У Германа. Потому что он взял из корней тех своих родных, которые действительно, нет кого не зависит. Светлана, а можно поконкретнее? Вот помогает вам Герман? Не только мне он помогает. Еще раз говорю, Рома, он мне помогает. Помогает общине. Да, конечно, конечно. Он получает... Я независимый человек. Видишь, в газете как написано. Независимый я. Я могу остановиться. Я могу продолжать. Я ни от кого не... Я поставила себе... Потому что когда я была зависима, я мучилась. Я не могла добиться ничего. Когда я была зависима от Брофмана, что не ходи туда, ты должна здесь собрать людей. Я могу собрать, я могу не собрать. Я могу сделать, я могу не сделать. Я поставила себе вот так. Если он знает, что да, вот все эти... Вот как я приготовила встречу с ним, да, посмотри. И знаешь, каких вещей здесь? Вот я это благотворительно занималась без него, когда я была. То есть я каждый раз ехала в Юрсалим. Были такие партии. Мэры тогда была... Даже не Абада. Левые партии, которые помогали... Да, 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 помогали больным людям. Собирала их документы и ехала с ним 500, 600. Сегодня мир ценит. Сегодня нет тех людей... Блюмэнтон, номер Блюмэнта, человек, который с Аброй мне помогал, общинам горским евреям. И все эти, которые сегодня... Посмотри, пожалуйста, президенту Шимону Перецу. Посмотри, Солодкину. Эдельштейну. Кто еще у меня был? Шаранский тогда был, когда аллея была там. Солодкины. Я никогда не забуду армию. Когда мне надо было Шимону Перецу обратиться, застись с семьями, которые давали документы. Обратите внимание, горские евреи, община, которая самая большая, является немецким, которая из России. В чем их не нужда? Они требуют, чтобы девочек не брали в армию, которые девочек принуждали. Два часа ночи проходили больным людям, семьей домой, для того, чтобы ломали Лешкад, Лешкад, как это называлось? По трудоустройству. Не, 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 не. Это называлось армейское... А, военкомат. Да, да. Проходили, новоприбывшие не хотели сразу. Трудности были. Квартиру купили кто-то. У разных были. У многих разных были причины. Но вопрос не в этом, Рома. Наша в чем причина была? Не то, что примитивна. Многие не работали, а рабочие семьи, отцы работали, сыновья работали, матерям и женам не давали работать. В Кубе в основном. Домохозяйки были. И когда приехали в Израиль, ну а через эти трудности, вот эта алия, это все, естественно, пошли, работают. Многие даже семьи разрушились. Потому что ревность, потому что недоверие, потому что видели, что-то сплошное здесь творится. Штайтман был, Мушель Штайтман, Светлана Нисанова. Никто-нибудь другой. Вместе со своим сыном я училась в Альпании. Улица Навьер, прошу прощения перед теми, кто будет смотреть это, стояли, прости господи, так скажем, да? Я, он был замер городу Митсена. Я лично собрала людей, пошла к этому Штайтману, и говорю, у тебя на голове кипа. После 6-7 часов, 8 часов здесь невозможно стоять. Это улица, в которой мы садимся на автобусе. Молодые ребята, молодые люди. Он здесь все убрал, поставил полицию. И действительно, я благодарна, я не знаю, он жив или нет, но я этого добилась. И он себе 4 года продолжал, стал еще размер города. Да? Я очень большие вещи, которые мне в голову проходил. И вот самому, вот видишь, ясно написано, с Шимоном Перецу, да? С такими людьми, человеками, я была у него на приеме. И он единственная, тогда, когда я не знала, что он на русском может говорить, я его попросила, встречайтесь с нашим народом, вы во воде. И вот в основном наши ходили именно лихут. Сегодня Либерман. Биби, Либерман, политика, я извиняюсь, я, я еще раз говорю, я была, когда с Романом Брокманом, я много что поняла. Я поняла, что политика, это интриганция. И интриги для людей, чтобы себе завоевать место, а потом к нему не попадешь. Но я этого на как добивала. Я тогда, я действительно мудрая, наверное, с молодостью я мудрая была человеком, что я говорю, ты это берешь, потому что я уже увидела, сегодня, а завтра приходит ко мне домой, он проходил, говорил, что ой, это такое, это такое, это такое. Я говорю, как ты же, ты же вчера с ним целовался. То есть сегодня купить, продать человека, ничего не стоит. Сегодня, если у человека здоровья нету, ничего не интересно в этой жизни. А Светлана, вот скажите, извините, что сегодня происходит с вашей общиной и конкретно с вами? Вот сегодня, прошло 4 года, мы с вами общались, у нас много было передач на ютюбе. Смотри, то, что продолжает я свою работу, я этим хотела сказать, что вот просто, да, вот смотри, в 93-м году, со Светланой Ниссановой весной, в 93-м году, в это время, у меня было 93-е, 93-е, сегодня какое? 2014 год. Как сохранилось? 20 лет. 20 лет, да? Центр культуры, Алим в Хайфе, это она была, навстречу мне в коридоре, как она так красивая, действительно, я в тени это, навстречу мне по коридору шла невысокая, одета определенным шиком, лаковой, я приехала с Америки тогда, шиком, женщина с очень живым взглядом и очень открытым лицом. Она обратилась ко мне с каким-то вопросом, завязала с пенсиедом, и через несколько минут уже была у меня в кабинете. Я поняла, что я совершенно очарована этой женщиной и необыкновенной чудом интуиции и умением разобраться в обстановке после этого прошло более шести лет. Эти годы были нелегкими ни для нее, ни для Светланы Нисановой, ни для меня Слиха, ни для меня и ни для Светланы Нисановой. Было время, когда мы периодично изредка созванивались. Всегда четко знаю, что где-то у меня живет очень надежный, очень бескористный и очень светлый дружок. Это в индивидуальном плане. А в общественном я и это я знаю то, что мне кажется, что нет другого такого человека, столь болезненного реагировающего на чужую беду. готового бросить все свои дела и кинуться на помощь человеку в эту минуту и они нуждающиеся чем может то или советом то или другим или советом или практически деятельностью то ли задействовать свои знакомства и может поделиться тем немногим, что у него есть. один из них я знаю случай, который к ней обратила женщина я вспомню эту минуту как сегодня как она отдалась с холодильника вытащил то, которое у нее было последнее. Такие вещи я знаю, что Светлана делала неоднократно. Знакомый сказал, что Светлана обладает геби бродной что это такое? такой энергетикой божественной. И я совершенно в этом убедилась и согласна с уважением ко всем интересующим лицам Илана Рохленхайфа. Прекрасные слова. Я что хочу сказать, что Светланочка, извините, пожалуйста, у нас 25 минут мы уже снимаем. 25 минут? уже 25 минут. Есть люди, которые будут смотреть до конца. Есть люди, для которых много информации. Но я бы хотел от вас главное услышать сейчас. Мы перед Песохом. Да. И я знаю, что очень люди хотят от вас услышать ваших светлых слов. Юна-яв. Юна-яв. Очень любит, уважает. Самый больший голосов в его работе для Человек-Годов. Перед Песохом пожелайте. Что вы хотите пожелать народу и спонсорам, и меценатам, и всем-всем-всем? Что вы желаете им, и что вы желаете себе? Что я могу пожелать? Я, прежде чем это все пожелание, пожелание, все это сказать, я скажу такую вещь. детей своих, которые девять месяцев люди носят, прошу прощения, это женская доля, которую Бог посылает не каждому. И вот когда я начала говорить о детей, брошенных азербайджанским, детей, как бы не наши, 5 декабря к моему дому в коробке, вот это я давно хотела, почему я хотела сделать это интервью, в основном из-за этого. Спасибо Богу, что он дает таким, как мне людей, я не знаю, как это сказать. Два с половиной месяца этому ребенку, по ее метрику, в коробке от телевизора, длинный телевизор есть, значит, это было 8, полдевятого, я уже как бы детей отправила до этого, потому что домой даже неохота было убирать, открыта была диван-кровать, обычно сразу убирают. В каком это году было? 5 декабря, в прошлом году, 5 декабря, 2013 год, 5 декабря, я это число как зимой не помню. Вам подбросили ребенка? Подбросили, у меня, значит, такие двери, еще железные, это железные просто, да, двери, я пошла, легла, включила телевизор, смотрю, смотрю, а у нас в блоке включайте, выключайте свет, я думаю, ау, ау, у ребенка, ну кто это у нас, может быть, в принципе, это же не пятница, вот это там верующие живут, а к ним приходят его дети. Пошла, легла опять, смотрю, что-то не то, ребенок уже начал плакать. А в нашем блоке нет доброжелательных людей, даже здрасте на себя не толком не говорю, а в другом блоке, да, в другом блоке мы общаемся, здрасте, как дела, все такое, и прочее. Надо мной вообще звери живут. Два ненормальных людей. В общем, я встала, открыла звер, посмотрю, ребенок, красивый, открываю, письмо написано, что мне подсказали вас, прошу извинить меня. Она сидела на остановке, я даже не знала, напротив, у нас же остановка там, по пару годам веду. Думаю, господи, вышел, кричу, кто, чей-то ребенок. Вытащила, позвала соседку, Клару, она бедно пришла, посмотрела, что такое, Светочка? Я говорю, слушай, ребенка бросили, открыли, посмотрели, там письмо, Светлана, я родом из Махачкалы, у меня это ребенок, родители не пускают меня домой, я скидалась почти перед, как бы, рождение ребенка, 4-5 месяцев, и мне сказали, подсказали, как бы, сказали, иди, знай, шар-алия, я же, в принципе, там шар-алия, кто может это вообще сделать, что это ребенок, только вы можете спасти и дать хорошие руки, значит, 8 часов я открываюсь, ищу, уже почти полдесятого, ребенка, значит, сделала, там, положила смесь, до 3-4 титулима, 2, чтобы тяжелые не было, как она себя, она могла бы и 10 положить, значит, несколько титулимов, я быстро кинул, что будем делать с этой ночью, позвал Клару, идите купите, она пошла, смесь купила по этой коробке, это был шок, невыносимый, вызывая полицию Алекса, которого я, как бы знаю, его телефон в связи с соседом, а он приезжает в 12, когда ребенок уже спит, она пишет, что он может проснуться, мальчик, может проснуться 2 часа, 3 часа, а вы его накормите, он опять заснет, он проснулся 6, начало 7, до такой степени ребенок устал, видно, он, как бы сказать, проснулся к утру, приходит 12 часов, алекс, протокол составляют, снимают, меня я не пустила, я только разговоры подписалась, и далее, короче говоря, на следующий день пятницы забрали в полицию, с коробкой, с соседкой, там все оформили, и после этого, значит, ребенка опять вернули мне, до воскресенья, значит, 3 дня, я не могу ни детям звонить, не знаю, что делать, я не знаю, что с этим ребенком делать, это, я поэтому говорю, когда Бог видел этого ребенка, которого я взял, и направил эту девочку ко мне, и написала, что я могу, я уезжаю из страны, что мои родители, имена я не могу дать, я умоляю, Господу Богу, это у меня, как бы, какой-то тоже из Дагестана, не из Дагестана, из Кавказа она написала, что который меня преподнес этого ребенка, я понадобилась на личную жизнь, и все такое, ей было всего лишь 19 лет, ни имя, ни фамилия, порезана была метрик ее наполовину, этого ребенка, что я сделала, Алекса просила, он видел, в каком шоке, он знает моего сына, они учились вместе в Ульпане, не переживая, пришла социальная работница, пятница, суббота, куда это ребенка брать, оставили, мне воскресенье пришли, забрали, и дали этого ребенка, он поговорил с соседкой, которым было, четыре девочки, религиозные, Кириад Шмуэ, где мой сын живет, религиозная, и этого мальчика, послала рыжий, голубоглазый, такой красивый ребенок, Рома, бесподобный, в общем, этого ребенка, обпаковали, да, и через два месяца, она мне звонит, где это ребенок, мать, я сказала, давайте позвони, сейчас твой телефон, а там неизвестный телефон, и я не могла никак, в общем, это ребенок, взяли этого ребенка, его определили, а мать набралась наглости, наглости еще хотела, в принципе, она хотела все же, мать, да, хорошо еще позвонила, спросила, я говорю, твоего ребенка взяла, религиозная женщина, что ты можешь, меня не беспокоила, я тебя найду, из-под земли, говорю, меня не тревожь, все, этим закончили, вроде бы сейчас, будет два-три месяца, но меня внутри она неспокойно оставила, я страшна. Света, посмотрите, как вас Бог любит, посмотрите, какие подарки, это Светлана Ханум, святая женщина, от вас расходит свет, и поэтому к вам такие, и поэтому от таких соседей, которые придурку, вы меня беспокоили, дай Бог, чтобы вам помогли, с квартирой, и вот на это я хочу закруглить, рекомендации людей, которые давали много раз, посмотрите, джой, представьте, да, в каждой из них, которые люди есть сегодня в жизни, и есть, которые нету, но это память, как бы, знаешь, когда обзина, как вот эти военные, да, выходит, поеду, 9 мая, да, показать, кто я был, и какой это все, поэтому я говорю, в этой жизни, вот то, что сделано, за 20 с лишним лет, я сделала много, я хвалю тех людей, которые дают и могут делать, чтобы для того, чтобы цвела, и пахла наша действительно община, я хочу закруглить тем, что все те, которые смотрят, кто-то кому-то передает, я хочу, чтобы наше, вот столько времени, слава Богу, Господи, слава Богу, что у нас нет этих терактов, что у нас нету, 2006 год, сегодня уже 2014 год, прошли годы, более не менее, более не менее, посмотрите, во всем мире, что творится, Мушарабену настолько он, Бог ему дал, столько силы, чтобы он разделил и защитил свой народ, и я думаю, что все эти пророки, они стоят над евреями, что бы с кем бы ни было, как бы ни было, как бы судьбой не распределялось, я хочу, чтобы наш народ, действительно, он многострадальный народ, знаешь, почему, потому что многодетность в основном у наших было, и азербайджанцы, конечно тоже, но наш горский народ, в основном, неграмотный были, но они были мудрыми, они были мудрыми, они знали бабушки, когда какие праздники будут еврейские, поэтому я всем желаю, это Песах, чтобы таких праздников, рушишь на Кипюру, но Песах так, как сейчас находится, всем тем ребятам, людям, которые живут за пределом Израиля, и переживают, один из них, Тельман Морданович, Смайл, который тоже очень из многих, который многим, многим помог, много сделал его семье, но Германа Захаряев, на сегодняшний день, чтобы его никто, просто никто, не имел права, Богу боящих, люди, которые немножко, хотя бы боятся, такому человеку, какому, чтобы не завидовали, если даже он собирает, людьми много, религиозные такие, наоборот, скажите Богу спасибо, сегодня благодаря его община, более цветущая, более обширная, более что-то он интересует, чтобы задать какие газеты, дай мне эту газету, пожалуйста, сзади тебя, это я газета, однако, мое 65-летие, тоже вроде бы отметили, хотя написано было очень много, интересное, да, но все равно, я хочу сказать, что эта газета, очень, чем она красива, не только внешностью, в ней, то, что человек делает, факт, почему я тебе это, это показала, Роман, потому что, люди, если ты с теми работаешь, ты с этими, поэтому, каждая община, что делает, я в хайфе, вот до тебя, я с Флюда Юсуфова говорил, одна из многих, которые получила человек года, одна из многих, которые была совместительной депутат, а я немало, это немало, для нашей национальной, это немало, без университета, без никого, я, слава Богу, имею и почеты, и грамоты, и все, когда я уйду из жизни, обо мне будут говорить, те, что, да, была такая, не должны забывать, я не знаю, сколько Бог мне написал, я хочу, чтобы тенили, уважали, тех людей, того же Германа, того же других, кто хочет работать, кто хочет, может что-то делать в этой жизни, делайте, только делайте, да, делайте, потому что, в этой жизни, вот такой маленький улям, говорят, сегодня есть, и завтра не знаешь, как будет, поэтому, пускай Бог бережет всех, поздравляю всех, 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 Герман, именно, я думаю, что тебе я отдельно сделаю, поэтому, я желаю тебе, в твоей общине, там, здесь, по всему миру, чтобы Бог тебе дал всегда хорошие дороги, и все те, которые, Давиду Мордахаву, Давиду другому, все, кто есть с тобой, кто вокруг тебя, кто люди, которые это будут смотреть, кому-то это интересно, многие меня заходят, и посылают там, тех даже, я не знаю, из горских евреев, из горских, я желаю здоровья, будь здоровья, будь все, и силы воли для хороших дней, для хороших желаний, чтобы делать много таких интересных вещей, чтобы мы всегда слышали, знали и радовались, и больше ничего в этой жизни не надо, кроме этого, желаю удачи, все поздравляю с наступающим Песахом, удачи в каждой вашей семье, чтобы хорошего света было в вашем душе, всегда, всего наилучшего, с вами, с вами, с вами,